Большое спасибо Игорю Вохминову за помощь в создании данного выпуска. Всем привет, меня зовут Макар Светлый и вы смотрите Сайн Шоу. Тема нашей сегодняшней передачи трилогия Куб. Основное отличие Куба, который был в первом фильме в том, что тут перед нами Гиперкуб или Куб, который имеет размерность больше трёх. Идея реализации в фильмах многомерного пространства очень интересна и всегда манила своей загадочностью. Однако при создании визуализации многомерного пространства можно наделать ряд серьёзных ошибок. Посмотрим, смогли ли эти ошибки избежать в фильме Куб 2 Гиперкуб. Первые кадры фильма встречают на сцене лежащих людей в неком помещении, накрытых прозрачной оболочкой. Эти люди, по всей видимости, подключены к некой аппаратуре. При этом одна из кроватей пуста. В кроватях показано всего 5 человек, хотя в самом Гиперкубе мы встретим 10 человек. Первая мысль о том, что весь этот Гиперкуб лишь некая компьютерная реальность, из-за этого факта немного надламывается. Хотя в фильме будет ещё сцена, и которые намекают, что Гиперкуб — компьютерная реальность. Однако в сценах с этими намёками не показали Кейт, лежащий на кровати, а показали некую лабораторию в левом нижнем углу. А при повествовании Саши мы видим именно ту самую пустую кровать. Можно, конечно, предположить, что другие 5 человек из фильма находились, например, в другом помещении и подключены на Гиперкубу в другой комнате, но это маловероятно. Я считаю, это сделано специально, чтобы создать большую загадочность и неопределённость в данном фильме. Хотя это не единственное объяснение, но о нём чуть позже. Следующее, что произвело на меня впечатление — это титры. Да, именно титры. После бинома Ньютона, недописанного неравенства и ещё кучки формул перед нами предстаёт прекрасный чертёж Гиперкуба, хотя он выглядит как обычный куб с классическими тремя измерениями. Теперь немного отвлечёмся от фильма «Куб 2. Гиперкуб» и рассмотрим сущность многомерного пространства, опираясь на вселенную Флотландии, о которой я уже делал выпуск. И так пусть в двухмерном мире или на некой плоскости живут двухмерные существа. Это, кстати, прекрасно представлено в фильме, который был снят по книге «Флотландия» под названием «Плоский мир». А теперь представим, что однажды этот плоский мир посетило трёхмерное существо. Вы видите только часть меня. Смотрите, я собираюсь приподняться вверх-вниз в пространстве. Смотрите, видите? Вверх-вниз. Вверх-вниз. А теперь я поднимусь над вашим миром одновременно. Куда вы поднимались? Где вы? Я здесь. Мне что, всё ещё это снится? Как вы видите, перемещаясь в трёх измерениях, на плоскость попадает проекция, которая может меняться в размерах. При этом трёхмерный объект может легко взаимодействовать с двухмерными. Пользуясь этой прекрасной аналогией, рассмотрим некоторые сцены в фильме. В одной из частей гиперкуба его заложники встречаются с телом, которое реагирует на движение, при этом меняет свою форму. Если предположить, что данное тело является четырёхмерным, то его проекция на наш мир будет трёхмерной. Именно так, как показано в фильме. И то, что данное тело способно уничтожить любое существо из трёхмерного мира, тоже не является таким уж и фантастичным. Если рассмотреть факт существования четырёхмерных объектов, аналогичным образом можно рассмотреть помещение, в котором детектив убивает миссис Пелли. Там увеличивающиеся трёхмерные объекты можно рассмотреть в виде передвигающихся четырёхмерных объектов. А для нас они выглядят как прямоугольные параллепипеды. У них проекция такая на наш мир. Следовательно, данная сцена имеет право на существование. И ещё, что можно сказать о трёхмерной визуализации четырёхмерного пространства. В фильме представлено изображение Тессеракта со следующими пояснениями. Смотрите. Первое измерение назовём длиной. Представим его простой линией. Два измерения – длина, ширина. Можно представить простым квадратом. Добавляем к нему ещё одно измерение. Получаем куб. У куба три измерения. Длина, ширина, глубина. Ладно, все учились в школе. Теперь самое интересное. Если добавить к этому кубу ещё одно измерение, получим... Получим Тессеракта. Я всегда считал, что четвёртое измерение – это время. Это один из вариантов. Но представьте четвёртое измерение в пространстве. Давайте рассмотрим данный гиперкуб немного подробнее. Одна из проекций Тессеракта, а именно центральная проекция в трёхмерном пространстве, представляет собой два вложенных трёхмерных куба, вершины которых соединены между собой отрезками. Внутренние и внешние кубы имеют разные размеры в трёхмерном пространстве, что можно заметить невооружённым взглядом. Но в четырёхмерном пространстве это равные кубы. Для понимания равности этих кубов Тессеракта всегда приводит вращающаяся модель. Шесть усечённых пирамид по краям Тессеракта – это изображения равных шести кубов. Однако эти кубы для Тессеракта – как квадраты грани для куба в трёхмерном пространстве. Но на самом деле Тессеракт можно разбить на бесконечное количество кубов, как куб на бесконечное количество квадратов или квадрат на бесконечное число отрезков. Кстати, кроме массовой культуры, Тессеракт можно встретить и в архитектуре, а именно в виде центральной проекции четырёхмерного гиперкуба в трёхмерном пространстве исполнена центральная арка Дефонс и монумент Конституции 1978 года в Мадриде. Вернёмся к нашему гиперкубу из фильма. При просмотре всегда возникает вопрос устройства данного сооружения. Нужно объединить сразу несколько фактов. Изменение гравитации в некоторых частях гиперкуба, нелинейное перемещение между частями гиперкуба и замедление и ускорение времени. Хотя всё это кажется сумасшествием, кое-что из этого имеет рациональное зерно. Если предположить, что герои фильма перемещались в многомерном кубе и могли переходить из трёхмерного пространства в четырёх, а может и пятимерный и большее измерение, всё становится на свои места. Посудите сами, если человек будет переходить в четырёхмерное измерение, то он будет видеть всё трёхмерно. Попробую объяснить с помощью аналогии из книги «Флотландия». Когда шар забирает квадрат из Флотландии в трёхмерный мир, то перед ним открывается прекрасная картина, которую он не мог себе вообразить. Но на самом деле эта сцена неверна и является лишь литературным или кинематографическим приукрашиванием. Сетчатка глаза двухмерного квадрата из Флотландии представляет собой отрезок с нервными окончаниями. Когда он смотрит на Флотландию, он видит лишь сечение своей страны плоскостью, в которой он находится в трёхмерном пространстве. Другими словами, его глаз работал бы как сканер, создавая серию сечений Флотландии. Если предположить, что персонажи фильма перемещаются по многомерному сооружению, при этом перемещаясь в измерениях, то тогда мы сможем получить то, что видели в фильме. Когда герой переходит в комнату, то не видит эту многомерную комнату в виде трёхмерного куба из-за специфики глаза человека. И тогда из этой логики комнаты в гиперкубе не меняют гравитацию, просто их форма такова, что мы будем воспринимать эти четырёхмерные формы подобным образом, видя форму трёхмерного куба. Тут могут возникнуть трудности, которые связаны с рассмотрением своего тела или тел героев между собой. Если человек из четырёхмерного измерения посмотрит на человека в трёхмерном, то он сможет увидеть его внутренности. Хотя, возможно, конфигурация гиперкубы такова, что герои воспринимают друг друга и себя в привычном трёхмерном виде. С этой же точки зрения легко объясняется нелинейность перемещения наших героев. Как вы уже поняли, они перемещались в этом многомерном сооружении, и лишь для них он казался кубом. И да, замедление и ускорение времени. Выпуски о путешествии во времени я анализировал, как это можно сделать, и разными способами. Поэтому не будем повторяться. Основной ключ к этому — гравитационное взаимодействие. Возможно, в некотором альтернативном мире, который был показан в фильме, люди, которые научились создавать многомерные сооружения, освоили и гравитацию на квантовом уровне, и легко манипулируют гравитонами. Тогда сцены с манипуляциями во времени имеют право на существование. Но если нет, то создание такого искривления пространства времени, которое показано в фильме, требовало бы колоссального количества энергии, что подобные сцены невозможно назвать даже правдоподобными. Теперь рассмотрим то, что в фильме назвали «квантовой телепортацией». Хотя этот термин не имеет ничего общего с тем, что показали в фильме. «Экспериментальное сооружение! Прототип! Прототип чего?» «Не знаю! Чего? Не знаю! Ходили слухи!» «Какие слухи, Джерри? Какие слухи?» «Квантовая телепортация!» «Суть квантового пространства в том, что параллельные реальности существуют в нем одновременно. Ты-то откуда это знаешь? Ты же разрабатывал двери и читал книгу Розенцвейга. Это часть его теории. Тот, кто создал этот лабиринт, добился того, что параллельные реальности в нем пересекаются». То, что хотел сказать Джерри, можно правильнее идентифицировать как многомерную интерпретацию квантовой механики. Об этом я уже говорил в выпуске «Параллельные миры». Так что обойдемся кратким объяснением этой интерпретации. Дело в том, что исход квантовых событий можно предсказать с некоторой вероятностью. И пусть в результате эксперимента мы получили один из возможных исходов квантового события, который имел определенную вероятность, а другие исходы этого события не реализовались. Однако, как утверждает многомерная интерпретация квантовой механики, все эти события с определенным значением вероятности реализовались только в разных мирах, в разных реальностях. Именно это хотели показать в фильме с предположением о том, что все эти реальности пересекаются в гиперкубе. Хотя, почему это пересечение произошло, не ясно. Квантовый мир можно рассмотреть как многомерный, например, согласуясь с теорией струн. Однако, это не одно и то же, и там измерения имеют совсем другой смысл. Как по мне, данная идея в принципе несостоятельная, так как в многомерной интерпретации сказано, что эти миры никак не связаны и не могут пересекаться между собой. В заключении еще два нюанса. Тот факт, что гиперкуб может сжиматься, не кажется ничем удивительным. Возможно, его структура именно такой и проектировалась. И то, что в результате сжатия умирают люди, можно рассматривать как очередную многомерную ловушку. И да, в фильме есть один момент, который создает очень много вопросов и, скорее всего, является ляпом. Вот он. Мы явно не одни. Смотрите. Что? Что происходит? Джулия, ваши часы? Нет. Часы мои. Очень странно. У кого-то такие же часы, как у вас? С нами кто-то играет. Черт. Смотрите. Эти часы жена подарила мне на сорокалетие. Джерри на сорокалетие, с любовью Норма. Эти часы я только что нашел. Как вы видите, эти часы имеют разные серийные номера. Если предположить, что так оно и было задумано, то тогда в гиперкуб изначально было брошено из разных реальностей определенное количество людей. И в одном из миров Джерри подарили часы. Только у них были серийные номера разные. Но каким образом гиперкуб может объединять сразу все миры? Причем и за этим гиперкубом. Скорее всего, именно все эти клоны с одинаковыми часами и бэджиками формируются уже внутри гиперкуба. Тогда серийные номера часов должны быть одинаковы. Но, скорее всего, это просто киноляп. И последнее, но не менее важное. Возникает вопрос, как фильм «Куб-2. Гиперкуб» связан с фильмом «Куб» 1997 года. Практически в начале фильма мы встречаем персонажа, который оказывается полковником Магуайром. Передвигаясь по гиперкубу, он произносит удивительный монолог. Числа. Где чертовы числа? Боже, может, здесь? Черт. Проклятие. Это же мои числа. Дайте же мне шанс с моими числами. Дайте мне шанс. Шанс, как всем остальным. По всей видимости, он принимал участие в создании «Куба» из первого фильма. А именно, скорее всего, разрабатывал его конструкцию, как Ворд разрабатывал саркофаг. Именно за столь большую осведомленность его и поместили в «Куб», причем в другой «Куб». Перейдем к рассмотрению третьего фильма. Третий фильм под названием «Куб 0» или «Куб 0» вышел в свет в 2004 году. Слоган этого фильма «Пришло время узнать тайну Куба». И да, этот фильм по сюжетной линии является первым. Оказывается, что «Куб» управляется небольшой группой людей. При этом всевозможные сведения о состоянии «Куба» и пленников, а также приказы, отдаются этой группе системных администраторов неким неизвестным руководством. Так что Рен из первого фильма был прав. Все не так просто. И не будет просто. Оглядитесь. Не торопливо и внимательно. Я чувствую, что на нас смотрят. При этом все комнаты «Куба» также способны нести опасность. То есть системные администраторы «Куба» могут в любой момент активизировать устройства, уничтожающие людей, которые, как можно предположить, есть в каждой комнате, что, как по мне, немного убивает шарм прошлых фильмов. Первый вопрос, который встает перед зрителем при просмотре данного фильма через призму других частей. А как же работает «Куб» из этой части? Как и в первом фильме, каждая комната «Куба» имеет определенный набор координат. Только в фильме «Куб 0» координаты обозначены в виде букв английского алфавита. Мы даже не знаем, что означают эти буквы. Будь это цифры, смысл запятых стал бы ясен. И в чем же он? Так обозначают координаты в трехмерных чертежах. Координаты оси Х, У, Z. Если комнаты были обозначены цифрами, скажем, 10, 1, 7, можно было бы понять расположение комнат. Но у нас нет цифры, а буквы, так что понять ничего нельзя. Ошибаешься, солдат. Буквы говорят нам то, чего никогда не сказали бы цифры. Что именно? В английском алфавите букв всего 26. И что? Мы знаем параметры здания. Точно. Да-да, 26 на 26 на 26. Как было и в первом фильме. Но в этой части пленникам далеко до математических навыков Левин. При этом сам куб не подчиняется каким-то законам математики. Посудите сами. Наши пленники записывают следующие координаты. Согласуясь с номерами букв в английском алфавите, получаем координаты. 3, 9, 1, 25, 25, 15, 21, 4, 19, 19, 1, 14. При этом довольно странно, почему они не фиксируют координаты всех соседних комнат. Ведь двери по аналогии с первым фильмом находятся в каждой грани комнаты. Итак, имея соответствующие координаты, ясно, что несмотря на то, что комнаты соседние, они не подчиняются главному принципу соседних комнат. Если две комнаты соседние, то тогда их координаты должны быть одинаковы в двух осях и отличаются на единицу по третьей оси. Из этого можно заключить, что комнаты движутся, что и показано впоследствии в фильме. Однако из имеющихся координат невозможно понять, как двигаются комнаты и, соответственно, сопоставить циклы их движения. И еще. Как можно понять, в какой комнате есть ловушка, а в какой нет? Когда один из системных администраторов находится внутри куба, он говорит следующую фразу KGK Координаты кратны трем M, A, Q, тоже кратны трем Значит, здесь безопасно В другом переводе KGK Три буквы и Q Здесь безопасно И оригинал Следовательно, если координаты кратны трем, комната безопасна, так? Но почему тогда наши пленники без каких-либо последствий находятся в комнате CIA, имеющей координаты 3, 9, 1? Ведь единица не кратна трем Даже если предположить, что число 1 здесь является неким исключительным числом, которое всегда безопасно То вот вам другой пример Нам показывают соседнюю комнату, которая имеет позицию CDF При этом комната, из которой смотрят на эти координаты, то есть в которой находятся пленники, имеют координаты M, A, Q Или 13, 1, 17 Как вы понимаете, 13 и 17 также некратны трем И я уже не говорю о том, что KGK или 11, 7, 11 некратны трем Но в принципе, возможно ли выбраться из куба в этом фильме? Есть два способа Классический, тот, что показывали в первом фильме с некоторой оговоркой И тот, который предложил системный администратор Разберем их подробнее Первый способ выйти из куба через комнаты чем-то напоминает первый фильм с одним принципиальным отличием В фильме Куб 1997 года выйти из куба возможно, если установка находится в своем первоначальном состоянии То есть начальной или конечной стадии цикла движения его комнат Однако в третьем фильме нам говорят одну деталь устройства куба из этой части Комнаты могут вернуться в нулевую позицию Тогда если она поймет смысл букв, она выйдет на волю А что сделает программа, если комнаты встанут в нулевую позицию? Всех сотрет Точно Пуф, вспышка И на волю вылетит только пепел С одной стороны, это имеет какой-то смысл Ведь необходимо все время удалять тела из этой установки Но с другой стороны, это создает огромное количество сложностей и вопросов До какой температуры нагревается куб? Из какого металла или сплава конструкция куба? Как удаляется пепел? Технически, конечно, это возможно реализовать Но для этого потребуется огромное количество энергии и ресурсов Кроме того, в первом фильме можно выбраться лишь в первоначальном состоянии куба Так каким образом один из персонажей фильма добрался до выхода в третьем фильме? Неясно Зато, если опираться на сюжет фильма Куб 0 Казана на выходе ждет не самый радостный финал Как я уже сказал, есть и другой способ выйти Системный администратор, который попал в куб Говорит, что на самом нижнем уровне куба Одна из комнат имеет выход из него Если посмотреть на схему куба, которую я приводил ранее Это имеет некий смысл Так как под этим сооружением должно быть свободное пространство для перемещения комнат Хотя куб изолирован саркофагом Видимо и в нем есть некое отверстие Как можно заметить, внизу под кубом вода И это не очень вяжется с высокой температурой куба В его начальной стадии вода бы сильно испарялась и создавала огромные объемы пара Которые, во-первых, нужно куда-то транспортировать В противном случае его наличие негативно скажется на устройстве куба А во-вторых, вода между саркофагом и кубом всячески бы ухудшала работу куба Приводя его в негодность Нам осталось обсудить еще несколько фактов В третьем фильме нам показали солдат, которые способны подчиняться приказам руководства из фильма При этом они обладают огромной физической силой И основной вопрос Возможно ли это? В фильме говорится о неком биомаячке, чипе И если предположить, что нам показано недалекое будущее То при наличии кибернетизации это можно рассмотреть как нечто правдоподобное Однако стоит понимать, что ничего подобного в скором времени не будет И да, наличие кибернетизации во вселенной фильма указывает и глаз у одного из людей Спустившихся к системному администратору И, по всей видимости, технологии этого недалекого будущего сопоставимы с выдающимися открытиями в нейробиологии Это возможно понять и по наличию киборгов-солдат И по чтению снов пленников куба И, конечно, по стиранию нужных участков памяти человека Возможно, к этой самой процедуре готовили людей в фильме Куб-2 Гиперкуб Когда они лежали на кроватях И в заключении хотелось бы сказать о ловушках По большому счету практически все не имеют права на существование Кроме акустической, которая каким-то образом чуть ли не испаряет жертву, оставляя одежду Нужно упомянуть о химических ловушках В первом фильме Рен умирает от химикатов, которые попали ему на лицо По взаимодействию с телом и силой поражения можно заключить, что это был олеум Вязкая маслянистая бесцветная жидкость Олеум по сравнению с концентрированной серной кислотой Обладает еще большим водоотнимающим и окислительным действием Что способно таить в себе огромную опасность Также химическая ловушка была в фильме Куб-0 По всей видимости, по воздействию с телом на человека Распыляли либо щелочь, либо сложную органику Однако не ясно, почему он начал воспринимать ее как воду Возможно, при стирании памяти у него повредили вкусовые рецепторы Да и химическое воздействие на тело щелочью было бы практически мгновенное А не такое долгосрочное Скажу честно, мне больше всего из всей трилогии нравится математика первого куба Несмотря на некоторые ошибки, она имеет притягательный шарм загадочности С привкусом безысходности и надежды Я не привык говорить о качестве фильма и как-то их оценивать в своих выпусках Для этого в свой выпуск я позвал более, на мой взгляд, авторитетного блогера Итак, встречайте Чак Всем привет, на связи Чак и мой друг Ан Макар попросил меня высказать свое кратенькое мнение насчет трилогии Куб Куб Винченцо Наталий 1997 года сделал некий фурор и новаторствующий задолго до этих ваших пил Канадский триллер, снятый за копейки Повествующий о том, как группа людей просыпается в закрытом пространстве И не помнит, как туда попали и как выбраться из этого кубика Действительно нагнетает, мрачно, атмосферно, необычно и очень философично Это вовсе не ужастик с расчлененкой садомией На деле это тяжелая социальная драма с ноткой арт-хауса, которую настоятельно рекомендую посмотреть Но при этом не ожидая от него самого страшного ужастика всех времен и народов Естественно, сию франшизу можно с легкостью превратить в деньгодойку Однако не все так просто Сиквел Куба вышел лишь пять лет спустя, да и то сразу на DVD И тем не менее создатели не растирали шаром Снова все то же самое, снова головоломки, чуть осложненные Снова атмосфера, но в чем-то сиквел проигрывает Во-первых, именно в самоповторе Плюс клише наподобие подставных лиц, умных профессоров и так далее А еще убогие спецэффекты Это немного портит общее впечатление Ибо в принципе ничего нового или каких-либо инноваций фильм не предоставляет нам Но для Дайректу Видео он был очень даже хорош Третий Куб представляет из себя приквел И был создан лишь ради поклонников франшизы Ибо собственно ни Куба, ни ловушек, ни хрена Только если чуть-чуть В остальном это история зарождения и создания этого гребаного кубика Этот экскурс и будет интересен лишь любителям первых двух частей Ибо в остальном это довольно слабый триллер Б-уровня Который окончательно растерял шаром В целом Куб 97 года открыл новую моду в Голливуде на герметичные триллеры За что огромное спасибо Винченцу Натали Ну, я думаю, пора закругляться На этом все, с вами был Чак И всем пока, возвращаемся к основному обзору Большое спасибо, Чак В заключении скажу, что при первом просмотре Фильмы произвели на меня большое впечатление Винченце Натали однажды давал интервью В котором его спросили Какими фильмами он вдохновлялся при создании Куба Он ответил, что основными фильмами вдохновения были Плата за страх Клузо И Спасательная шлюпка Хичкока Которые стали классикой триллера Надеюсь, и первый Куб тоже со временем станет классикой И у него будет и счастье И пропорциональная масса И да-да Всем до скорых встреч Пока Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...